здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор я прошу прощения за мой такой вот необычный внешний вид дело в том что когда я увидела это интервью я забыла обо всем на свете и там было из-за чего забывать давайте я включаю первый фрагмент и насладимся первыми минутами этого этого видео да и и вот шутками которые были буквально на каждой минуте вот эти шутки стёбы и так далее это было просто потрясающе давайте смотреть как я выгляжу ксения я приглашаю вас у меня вопрос кстати к вам мои дорогие скажите мне пожалуйста ксения что беременна я просто не в теме напишите в комментарии кто кто в курсе чуть чуть не забыл привычнее же будет 2 для ножек на двух стульях по привычной ну что браво а кстати вот по поводу двух стульев в конце видео я с вами мы с вами разберемся почему ксении удается это делать и этому есть реальное объяснение да а поэтому оставайтесь до конца этого видео мы с вами все обязательно расследуем следующий фрагмент где можно сказать уже матерый волк учит молодого как надо вести себя с интервью и раванными да и попадает сам же на ту же самую уловку давайте чтобы человек раскрылся в начале он должен почувствовать себя комфортно раскрыться но уже потом ебать это очень важно у нас как раз сегодня третье свидание надеюсь перепадет но кстати на моргенштерн изо всех сил в некоторые моменты изображает вот такие вот сомнения переживания вот подсаживается заинтересованность скромно смотрит в пол но это не что иное как игра вообще здесь волнуется больше ксения а моргенштерн подыгрывает потому что почему я это увидела потому что он очень быстро перескакивает из одного состояния в другое то есть здесь нет с его стороны такого прям волнения да он просто играет в некоторые моменты а ксения вот в этом смысле она более искренна выдает свои эмоции и тем самым мы просто дает нам зрителям такое наслаждение наблюдать за растерявшийся ксении собчак и мы видим что она поправляет волосы отклоняется она понимает что это не что иное как игра его отсаживание и прочее прочее но давайте наблюдать дальше честно скажу ты очень сильная женщина я прям тобой восхищаюсь ну ты так пашешь и мне порой кажется что у тебя яйца больше моих видите как он и расслабляет и в общем-то заслуженный комплимент да и она понимает что да действительно она заслуживает это и ей это приятно но тем не менее она здесь не расслаблено еще но скажи ты хотела бы когда нибудь хотела бы ты иногда почувствовать себя слабой беззащитной девочкой конечно а вы происходит такое в твоей жизни бывает но я даже так чувствую себя теперь на тебе нравится вот это ощущение быть слабой очень не хватает не хватает но потому что сложно ты понимаешь ты можешь расслабиться только когда ты чувствуешь что рядом с тобой человек сильнее тебя потому что если он слабее тебя ты не понимаешь как ты можешь расслабиться потому что пойдет куда-то не туда и это проблема людей которые любят все контролировать типа меня потому что я всегда знаю что если отдам контроль смотрите пауза и спок отклоняется поджимает все может пойти она действительно этого боится по пизде поэтому я тяжело расслабляюсь я понимаю вот мне кажется мне сейчас повезло очень моя жизнь что встретила человека сильнее умнее и круче меня я вот просто очень счастлива что это так рад за тебя слушая он не собирается выслушивать все ее такие розовые рассуждения да про то что она встретила своего человека и прочее бла-бла кстати в конце видео мы с вами разберемся на самом ли деле она встретила того самого и вообще по совместимости с маргенштерном я там тоже прошлась потому что но это то то что я увидела это такой восхитительный симбиоз это в космограммах обязательно должно было отражаться и она действительно отражается если вы заглядывали или не заглядывали заглянем сегодня все вместе в конце этого видео а да а теперь вот что касается языка тела для тех кто сомневается там или как-то еще им нужны доказательства давайте сейчас вот прям про наблюдаем за языком тела и сделаем определенные выводы внимание это была страшная безответная любовь скажи пожалуйста тебе до сих пор такие мужчины нравятся ну давай так уже нет и видите плечо не знаю и кивок да и здесь ей совершенно не верю то есть тело нам сказала настоящее ну как бы вот то что у нее внутри но она говорит что нет но тело нам говорит да и проходит буквально минута и здесь она уже говорит давайте послушаем что и он видит по-прежнему этих призраков но он разговаривает со своей любимой женой она горит их видишь по-прежнему да но я здоров потому что тебе все-таки еще нравится такие мужчины да где-то в глубине души они мне нравятся но я понимаете как она говорит и отклоняется ее это пугает но все-таки получается минуту назад она сказала что нет и тел но тело нам сказала да вот они эмблематические оговорки как выглядят мою и мне это уже не интересует да так что мы с вами пронаблюдали за эмблематическими оговорками которые нам продемонстрировала ксения собчак идем дальше значит теперь как ксения перехватила инициативу и по какому жесту это сразу становится видно давайте смотреть давай ну просто мы сейчас попробуем в рамках эксперимента я тебя по унижаю а ты скажешь больше эти стал нравится или нет хорошо контент хуйня твой одеваешься странно как-то пока тина канделаки лучше а вот это уже немножко задело но не задело по-настоящему потому что поправляет волосы продемонстрировала челюсть но знаете вот вот это был такой крючочек да на после которого она уже ну как бы собралась и смотрите указательным пальчиком начинаем брать инициативу да сейчас прямо больше но ведь а он тоже указательный палец вот то есть он не отдает инициативу но тем не менее она его оценивает то есть она здесь родитель и поэтому она прекрасно понимает что инициатива уже у нее как бы он там пальчики не показывал все равно инициативу она перехватила и какой жест ее выдал в том что понятно что инициативу она держит в руках вот вот он этот жест мы с вами его неоднократно видели на каждом интервью ксении собчак когда она закатывает рукава я я я я но вообще не он ты мне понравился сразу когда ты меня нахуй послал на премии видите закрепила успех то есть получается родительскую роль взяла да ну там он немножко по сопротивлялся указательным пальцем но еще раз она его просто ну погладила по шерстке но погладила как домашнего котика да уже типа ну да я и ты мне понравился ты хороший да вот как кота гладят да когда ты хороший ты сделал так как не как собаку которая принесла там тебе что-то да и ты гладишь ее и говоришь на молодец ты умничка все в порядке не переживай ты так не но здесь конечно не перетягивали канат вот этой вот скажем так руководство беседы да но это было интересно в общем в целом это было очень интересно давайте дальше смотреть я или шаман смотря для чего как артист вообще даже нет вопросов ты конечно спасибо ведь смотрите как она это сказала и здесь я и не верю а челюсть низко головой нет плечами пожимает посмотрим еще дорогой что ты задаешь вопросы на которые еще рано отвечать говорит ее тело но конечно конечно же да ну я думаю что он тоже не поверил как и мы с вами идем дальше вопросы накаляются давайте смотреть как она уходит от неудобных вопросов спасибо путин или зеленский и здесь уже он перестает ржать и вот по этой перемене да видно что действительно там где он там отсаживается показывает что он стесняется и прочее прочее это все игра вот почему я сразу хотя в принципе если бы это был не моргенштерн и вот так вот человек отсаживался подсаживался и так не менялся бы в такие моменты то конечно же здесь язык тела говорит о волнении да но видите как происходит он это играет поэтому снимаю шляпу перед его актерским мастерством даже я поверила видите как наступил губы сжал смотрит прям в глаза и ждет ответа смотрите у ксении пересаживается натягивает одежду на притягивает ближе свою ногу да это тоже смех как стресс то есть какие-то еще варианты забалтывает чья политика тебе ближе ну давай так мне не плывет творите пересаживается опять опять натягивает одежду смех забалтывает но хотя а потом собра попыталась собраться кстати вот здесь вот можно сказать что она пытается собраться у нее привычный жест когда и есть что сказать когда она готова к бою да вот это затягивает закатывание рукавов а я думаю что часть ответа она уже сформировала и какой же это ответ сейчас будет сначала манипуляция потом он ее дожмет вопрос молодец ходить видите оценку дает вместо ответа на вопрос как взрослый дает оценку этого это способ уйти от ответа но он конечно еще тот мне плохое слово идет на ум поэтому идем до 1 интервью так вообще на разрыва сива ну так и ответь тогда на него вот вот молодец не растерялся видите она хотела его запутать этим ответом но не получилось так ответь на него вот так надо и с теми людьми которые начинают вас забалтывать понимаете вот ведите себя именно так забалтывание кстати очень много и способов манипуляции много у ксении собчак она здесь очень тоже демонстрировала их в избытке если вам интересно окунуться в манипуляции у меня под видео есть ссылочку на на мини курс по манипуляциям и другие в мини курсы по 990 рублей но сейчас не об этом речь просто если интересно пожалуйста идем дальше я тебе отвечу вот прям как на духу и не на двух стульях у меня позиция как вот рукой она пытается ситуацию немножечко при как прикрыть до прикрыть спрятать и ну вот мне кажется очень однозначно я против войны я не поддерживаю то что происходит при этом я не считаю возможным занимать позицию что россию надо разрушать изнутри нужно значит желать полного развала и проигрыша россии но здесь вот как раз ее тело не врет и я я и верю в данном случае я и верю да но теперь по поводу ее отходчивости знаете как я не злопамятная но хату спалю что называется знаете вот давайте посмотрим и язык тела вот просто у ксении собчак говорит за нее как помириться с ксении собчак вот такой ну легко я на самом деле отходчивая за справедливость если человек умеет признать свои ошибки качает головой нет ничего не легко и если человек признает свои ошибки да я может быть я может быть его прощу вот эта демонстрация челюсти ты приди попроси прощения да я посмотрю на тебя с высока и только тогда я тебя прощу вот что говорит ее тело понимаете они то что она говорит что я отходчиво и все такое знаете вы она скорпион как и я кстати у меня завтра день рождения так вот она она скорпион и знаете я где-то вычитала ненавижу всех не помню почему вот вот фраза скорпиона ну что делать но мы такие но конечно же здесь мать тереза в полном во всей красе до что называется всегда у меня примирительный секс нет так не работает задумалась задумалась то есть челюсть уводит проверяет свои силы челюсть это силы до в сторону на так попробовать мысленно да и потом отвращение то есть нет все таки не то она конечно простит но хорошенечко попросите у нее прощения да но это я так как старуха шапокляк до которой надо обязательно критику вставить поэтому ну что поделать каждому свое а да теперь следующий фрагмент давайте смотреть отношения линдок ты человек вообще мне кажется это очень важная вещь сохранять хорошие отношения сказать тогда что в той драке за тебя победила любовь да муж беспокоиться где я просто скажу что да да ты можешь со мной скинуть видосик любовь моя на интервью я закончу я позвоню тебе ты человек а ты бред а притворяешься блять как и ты мы с тобой два сапога пара за продажность но если вдруг у нас все получится да и мы поженимся и у меня будет фамилия собчак как думаешь от меня отъявутся потому что но царе четверо твоих сотрудников сидят ты нет кадыров тебе звонит ты не извиняешься как ты это делаешь кстати я вам объясню как она это делает сейчас уже по невербалике я так понимаю хватит мне очень интересно действительно как она это делает а что во первых у нее стеллиум планет целых четыре планеты в весах это человек умеющий балансировать между всякими разными направлениями да и быть со всеми хорошим до весы это вот знаете такой миротворец который и вашим и нашим да то есть вот это и плюс смотрите у нее белая луна вовне это значит что можно но конечно это до поры до времени это значит что в предыдущих жизнях она наработала хорошую карму а в плане драки и в этой жизни она может задираться только по-доброму да вот если как и ей может сходить это с рук понимаете она может ввязываться в драки и в этих драках она не будет нести никакой ответственности но опять таки вот эта вот энергия она рано или поздно может закончиться смотря насколько человек ну скажем так наполнен добром да но судя по всему пока еще баланс держится до плюс вот это вот балансировка по весам правда здесь и личных только меркурий да вот это вот ее умение разговаривать но тем не менее целых четыре планеты в весах извините на секундочку да это это человек такой очень тонкой чуйки это такая женщина в купе в квадрате в абсолюте потому что весы это женская вот это как раз венера она покровительствует весам и она просто делает вот вот из нее вот такую вот лесу да и плюс вот это вот уме возможно драться и не получать за это ответственность вот вот это вот белая луна я кстати только недавно ее стала учитывать и просто вы знаете вот это восторг кроме того знаете вот квадрат но знаете вот ее в натальной карте в ее натальной карте у меня появился вопрос почему квадрат между солнцем и луной это же мама и папа скажите пожалуйста кто в курсе насколько хорошо жили вот когда он был жив до отец ксении собчак насколько хорошо и мирно жили отец и мать потому что вот такая квадратура говорит о том что в семье какой-то был разлад и поэтому вот у нее сейчас вот такие вот непонимания в отношении вот мужской женской роли ну вот как-то что-то сбилась да ну на самом деле у всех у нас вот эти вот всякие квадраты и оппозиции и прочее прочее у нее довольно чистенькая натальная карта как мы вернее космограмма до много зеленых аспектов их всех я не буду разбирать я просто хочу сконцентрироваться на самом главном и здесь вот с точки зрения ее мужчин не было очень интересно вообще из-за чего они сошлись из-за чего они разошлись с виторганом из-за чего сошлись с богомоловым и есть ли шанс у маргенштерна ну вот я такая вот может быть утопичная и я не знаю такая вот глупая женщина которой хочется чтобы все поженились да несмотря на то что она замужем не важно важно что вот такой симбиоз который мы видели на сцене да я хотела найти подтверждение этому и так что было с виторганом смотрите вот это вот соединение планет у нас ее марс его меркурий получается ее возбуждал его голос а дальше ее сатурн и его уран тоже в соединении она структурировала его оригинальность его белая луна в трине с ее марсом так вот где белая луна в трине с ее марсом то есть она приносила ему удачу как и он и а вот вот это вот с марсом вот она вот этот трин а вот этот трин уже от ее белой луны она приносила его ему удачу в социуме понимаете вот они друг другу приносили удачу а он ей более по физической ну вот на физическом уровне в плане пробивных способностей и кстати секс сюда тоже относится да она ему больше в социуме была таким ангелом-хранителем они друг для друга можно сказать два ангела-хранителя вот что их связывает да и ну то есть получается ну вот вот на этом они сошлись да но смотрите в чем проблема почему они разошлись а у них узлы противоположные смотрите узлы в оппозиции это значит вот что значит вообще я была удивлена оказывается у ксении собчак узел в раке то есть ее задача в этой жизни выйти замуж и рожать детей вот пропагандировать вот этот вот образ жизни мамочки да помните как она вот я где-то видео слышала ее запись как она звонила там в управляющую компанию и требовала чтобы отселили семью с детьми то есть настолько ненавидела детей а ее предназначение рожать детей поэтому если она сейчас опять беременна она идет по своему предназначению но самое такое вот коварная да что у него предназначение в другом ему нужно делать структуру ему нужно делать карьеру он так как раз вышел из семьи у него семья тоже ну скажем так если у собчак семья я так понимаю было не очень ну вот как семья получается вот вот это вот квадрат то есть мама с папой все таки не жили не очень вот если внутрь этой семьи посмотреть что-то у них было не так да то здесь получается что ну как правило вот по узлам в южном узле это наработка предыдущих воплощений до человек пришел с этим опытом поэтому он попал в семью более дружную да вот это что касается максима до максим виторган он вышел из семьи но его задача не оставаться вот тем самым сыном виторгана надо вот именно себя продвигать дальше его задача в том чтобы создавать структуру какую-то я не знаю мафиозную что ли виторганов там ну вот что-то такое ему надо делать ну либо там в работе создавать какие-то проекты вот то есть его задача делать что-то такое что будет продвигать его имя что будет делать его более известным более стабильным ну вот это по козерогу у него в козероге до предназначения а у нее предназначение в раке и получается она вышла из семьи где в 1 на первом месте стояла карьера да мы знаем что если бы на первом месте у собчака не стояла карьера то конечно же мы все бы не знали не ксении собчак не анатолия собчака да и не не маму ксении собчак наруса мы бы их не знали если у них на первом месте не стояла вот это вот скажем карьера да они были карьеристами оба я так понимаю и в семье как-то вот ксении доставалось меньше времени поэтому когда она увидела а видимо у виторганов семья более дружная и вот это ее подкупила понимаете плюс вот эта вся совместимость да вот его голос ее возбуждает там вот это прочее прочее да получается что вот эта совместимость эта химия наложилось на то что она увидела на самом деле в их семье свое предназначение понимаете что ее я думаю подкупила но вот то есть предназначение она же все равно она получается пришла вот в семье, где на первом месте была карьера, да, и ее задача перейти на противоположный лагерь, и, кстати, вы все не ухмыляйтесь, у нас у всех такие задачи, мы приходим с опытом противоположным тому, что нам надо достичь, вот эта вот коварность вот этих узлов, да, в этом как раз, и получается, она увидела свою цель бессознательно, да, и пошла вот к этой цели, но потом, когда зашла туда, ну, а, конкретно, что ей не понравилось, а, ну, вот это вот, получается, когда люди встречаются с противоположными предназначениями, то, что для нее уже пройдено, да, то, что, от чего она, может быть, даже бессознательно бежит от такой семьи, по сути, вот, когда в козероге, да, ну, вот, люди заняты карьерой, то в этой семье нет тепла, да, она тянется к теплу, а понимает, что ее партнер тянется к другому, тянется вот к этому вот карьеризму, да, а его задача как раз в этом, и получается, что они в разных направлениях шли, и поэтому рано или поздно вот эти браки, к сожалению, расходят, ну, вот такие отношения, они, к сожалению, ну, как, либо надо, скажем, это все осознавать, да, и понимать, что, да, мой партнер движется в другом направлении, я в этом направлении, но я его все равно люблю, он для меня ценен, но, видимо, вот не хватило этого всего, да, и вот, получается, что он пошел в своем направлении, она пошла в своем, и смотрите, как она пошла, интересно, получается, если она сейчас опять беременна, то она все-таки идет по своему пути, но с Константином у нее тоже и плюсы, и минусы, а значит, что самый большой кайф, вот это то, что луны у них в одном знаке, да, безусловно, это всего лишь космограмма, но я думаю, что вот то, как она говорит с трепетом о своем муже, говорит о том, что действительно луны у них в одном знаке, и это очень здорово, да, это когда, знаете, вот комфортно даже молчать, вот такое вот, да, и, кстати, вот у меня буквально недавно, я прошу прощения, я вернусь на эту тему по поводу узлов, у меня буквально недавно отношения были тоже вот такого же плана, когда вот все сходится, все идеально, просто идеально, но вот эти вот предназначения, ты начинаешь с ним разговаривать, а у нас тоже вот с человеком получилось так, что предназначение в противоположных направлениях, и ты понимаешь настолько, вот это даже раздражает, когда он начинает размышлять вот на свою тему, вот своим вот этим вот, с его приоритетами, это просто вообще невозможно с таким человеком жить, если кто-то так жил, то вы меня понимаете, поэтому вот это вот оно накопительный эффект имеет, когда ты сначала вроде бы все, бабочки в животе, а потом ты, блин, да ё-моё, почему у него такие приоритеты, ты начинаешь задумываться, начинаешь переживать, ну ё-моё, так вот же, вот же правильный путь, а он идет другим путем, он идет в противоположную сторону, и это, конечно, раздражает, а да, значит, с Богомоловым в одном знаке луны, это говорит о том, что можно просто молчать, и вам будет кайфово вместе, понимаете, вот настолько кайфово, и вот как раз по лунам выбирают партнера, да, потому что мы хотим отдыхать во время отдыха, да, вот в это наше свободное время, и вот здесь он просто идеален для нее, дальше, ее Марс в соединении с его Венерой, то есть, если там она возбуждалась от голоса, здесь возбуждается от образа, дальше, от образа, манер, вот, вот то, как он себя ведет, вот эта вот вся его, вот эта вот наигранность, она просто кайфует от этого, дальше, что еще, ее уран, да, ее уран и его узел, вот еще вот это соединение, значит, ее оригинальность, его предназначение очень хорошо играет роль, понимаете, вот, вот то, что о них так много говорят, да, вот, вот это вот продвигает его еще больше, понимаете, он в своем предназначении продвигается все больше, предназначения здесь разные, но они хотя бы не в противоположной стороне, понимаете, вот, проблема была в оппозиции, тут сложно, вот он говорит о своих мечтах, да, а она думает, да, е-мое, как можно об этом мечтать, это же вот, он мечтает о карьере, ну, это же холодно в семье, это же нет любви в семье, ты всю энергию отдаешь карьере, она его за это может и осуждает, да, а она говорит о своих приоритетах, говорит, вот, ну, я, конечно, детей не хотела, ну, прикольно вообще, дети у нас теперь, он думает, да, как можно о детях думать, тут же карьера, тут же интересно, понимаете, не, ну, хотя молодцы, они нашли все-таки компромисс, и они оба воспитывают ребенка, это здорово, молодцы, да, ну, вот, вот эта вот несостыковка, она, к сожалению, не очень хороша, дальше, значит, ее уран, его узел, то есть она ему дает, вот, своими выходками оригинальными, она ему дает продвижение в карьере, и мы все это прекрасно видим, ведь он же там стал каким-то начальником большим, да, и я думаю, что во многом благодаря ей, во многом благодаря тому, что о ней все говорят о том, что, потому что они свадьбу забабахали такую, что об этом все говорили, да, все СМИ их упомянули, то есть нормально, получается, что она своей оригинальностью продвигает его карьеру, а дальше, его предназначение, точнее, да, его Юпитер, ее Нептун-Тригон, это у нас, ага, вот, вот это вот соединение, и это у нас ее глубокие чувства, уход от реальности, его место в социуме, это совместное творчество, кстати, может быть, то есть она уходит от реальности, там, либо какая-то мудрость души, там, знаете, и вот ему это очень здорово помогает в его каких-то социальных действиях, кстати, вот я допускаю, что она ему подсказывает, как там что-то делать в какие-то моменты, в его творчестве она принимает активное участие, потому что здесь хороший аспект, дальше, значит, ту-ту-ту, что еще, так, вот это, я не помню, что это у нас, какие планеты соединены, но тоже хороший аспект, но негативные аспекты какие, оппозиция его уран, ее селена, то есть ее белая луна с его ураном, то есть, получается, его оригинальные выходки могут стоить ее неприкосновенности, вот, подождите, нет, наоборот, вот, вот это оппозиция, я прошу прощения, то есть, вот, его уран, ее белая луна, то есть, получается, что его выходки могут ей чего-то стоить, да, вот, то есть, вот эта белая луна, на ней очень много нагрузки, и, кстати, я вернусь потом к ее натальной карте, очень интересная вот эта ситуация с ее предназначением, да, и у нее оппозиция получается к этой белой луне, и у него оппозиция к белой луне, то есть, ну, скажем так, очень-очень много нагрузки на эту белую луну, да, дальше, оппозиция его Юпитер, ее Меркурий, а, а, вот это вот еще оппозиция, вот, вторая полосочка красная, это значит, ее высказывания мешают его продвижению, и квадрат, так, подождите, а вот это что у нас, тоже ведь к белой, а, это у них обоюдка, смотрите, вот эта белая луна, кажется, она, так, с ураном, да, то есть, получается, у них обоюдная вот эта вот ситуация, что он может ляпнуть и ее задеть, да, причем конкретно задеть, и она может ляпнуть, и его конкретно задеть, понимаете, вот это вот у них обоюдная такая вот, и поэтому здесь очень важно соблюсти вот этот баланс, да, вот полагаться на белую луну очень сложно, и смотрите, если в предыдущем случае они были ангелами-хранителями друг для друга, то здесь, ну, какой-то более практичный подход, да, более жесткая ситуация, и с другой, с другой стороны, вот эта ситуация очень хорошо сглаживается тем, что луны в разных, вернее, в одном знаке, и плюс еще в разных знаках у них предназначение, но нет оппозиции, вот это вот очень важно, да, и поэтому она как бы, ну, вот эти вот штуки, которые могут произойти, а могут не произойти, да, вот кто-то где-то ляпнет, да, поэтому, ну, как бы вот с этим пока не сталкиваемся, и видим пока только хорошую картину, но причиной их разрыва может стать какое-то необдуманное действие с ее или с его стороны, вот так вот я могу сформулировать, дальше оппозиция его Юпитер, ее Меркурий, опять высказывания мешают продвижению, и квадрат его Нептун, ее Марс, он может хитрить, то есть он может еще где-то недоговаривать что-то там, ну, то есть получается здесь вот по Нептуну это могут быть обманы даже, поэтому, возможно, где-то, где-то что-то будет, да, поэтому здесь и хорошее, и плохое, и в первом, и во втором случае, да, ну, скажем так, но у Ксении я обещала к вам вернуться, смотрите, вот у нее эта белая луна, идет оппозиция вот к этому всему стеллиуму, да, то есть вот этот стеллиум, по сути, это ее, ну, вот если разобрать, да, вот это ее главная часть личности, да, вот где скопление планет, от четырех планет, если в одном знаке, это значит, что этот знак очень важен для человека, и, кстати, управитель знака, ну, это все много-много чего я смотрю на консультации, просто смотрите, как аспекты, оппозиция вот сюда, да, то есть ее таланты все, а, но вот с ее белой луной получается, что это в оппозиции, а почему в оппозиции, потому что, так, 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 подождите, я мысль потеряла, извините, получается в оппозиции, но еще интересно, что здесь еще идет квадратное ее предназначение, понимаете, в чем дело, тут либо заниматься реализацией всех вот этих вот вещей, да, которые, безусловно, это ее таланты, да, либо заниматься предназначением, у нее трудный путь к предназначению, вот через вот это, да, быть вот этой стервой, которой она себя зарекомендовала, да, а по сути она должна быть мамочкой, да, и вот это вот, вот эта несостыковка, да, когда она там, люди, не любила детей, да, долгое время, а потом родила и поняла, что в этом кайф, да, что она сейчас уже, может быть, второго рожает, да, получается вот эта вот несостыковка, она очень четко прописана, да, по этим ситуациям, но эту несостыковку легко обходить, если она будет применять мягкость, Венера, видите, как хорошо вот здесь вот выстраивает обходной путь и гибкость, да, вот эту мудрость души, если она будет включать, то это будет идти по обходному пути и не будет вот этой оппозиции, то есть вот здесь вот ей еще надо быть дипломатом еще и в этом, то есть управитель вот этого дома, в котором много планет, хозяйка этой комнаты, да, она вот как раз помогает разруливать все ситуации за счет ее мягкости, за счет умения где-то включить вот эту мягкость, вот подыграть, да, и так далее, да, но самое интересное, что меня волновало все это интервью, конечно же, ее отношения с Моргенштерном, ну, скажу вам сразу так вот, если взглянуть, то, конечно же, довольно интересное сочетание, но, скажем, для совместной жизни больше минусов, чем плюсов, да, хотя, не, хотя одинаково, три на три, а значит, что по нему, но самое, вот что вот этот кайф нам дало, это вот это соединение, вот это вот тригончик, тригон двух меркуриев, понимаете, вот, вот оно в чем вот этот кайф, понимаете, вот тригоны меркуриев, они вот как раз два меркурия, которые вот гармонично друг к другу, они сошлись и начали нам делать шоу, поэтому я просто вообще в восторге от возможностей того, что они могут делать, например, на корпоративах, вот эту вот парочку, если выпустить, это будет просто вау, да, значит, секстиль, его солнце, ее белая луна, радуйся, что, а, кстати, вот еще по поводу той ситуации, которая произошла, что Моргенштерн уехал, так, кстати, вот очень важную мысль хотела сказать, смотрите, получается, ее белая луна, его меркурию, секстиль, а здесь у нас тоже секстиль, от чего секстиль, его уже белая луна, а к ее Юпитеру, о чем это говорит, на самом деле, Моргенштерну надо благодарить Ксению Собчак за то, что тот скандал так получился, и за то, что Моргенштерн благодаря тому скандалу уехал из России, вот оно в чем дело, да, безусловно, он по ней скучает по России, но что с ним сейчас было бы, вот помните, как Милохин приехал и тут же на центральных каналах стали говорить, чтобы его призвали в армию, а кто может дать гарантию, что Моргенштерна также точно, но не просто на словах, а не отправили бы куда-то, то есть он еще и очень удачненько уехал, если так разобраться, он смотрит только на одну сторону медали, и по большому счету она принесла ему удачу своей белой луной, понимаете, она вот вывела его на этот разговор и завертелась вот так вот, что ему пришлось уехать из России, понимаете, тут как раз и она, и он ей как раз белой луной очень здорово помогает, вот тоже секстиль, но на ее Юпитер, то есть получается на его Меркурий, это на разговоры, на интеллект и так далее, да, то есть он сказал, и она благодаря своей вот этой белой луне, вот так получилось, да, что она, можно сказать, с одной стороны это, и кстати, это тоже квадрат его солнца и ее уран, вот это вот, вот это вот потрясение, да, да, безусловно, вот это неожиданное потрясение, да, которое, ну, произошло, да, а по сути результат-то принес вообще позитивный вот это все, да, поэтому здесь Моргенштерн зря на нее, конечно, бочку катит, потому что, знаете, любые негативные события, они нас ограждают от каких-то, может быть, еще худших событий, поэтому здесь все-таки Моргенштерн не совсем прав, да, оппозиция Сатурны у них, да, то есть они все-таки, вот если так вот, ну, поржать языками, там, зацепиться, это хорошо, но если бы они жили вместе, они бы не ужились, это точно, поэтому здесь вот они не пара, они не пара, точно, и квадрат его Плутон, ее Марс, это вообще взрывоопасная смесь, возможно, все что угодно, и, кстати, вот это событие тоже во многом, ну, то, что он уехал, да, спровоцировано вот этим аспектом, да, вот этими двумя аспектами негативными, но все-таки в результате я считаю, что позитивное событие, то есть вот им вместе, как говорится, вот на них смотреть вместе хорошо, но все-таки им лучше держаться подальше, потому что они приносят друг другу, ну, как и удачу, так и неудачу, вот такая вот интересная статистика, да, ну, не знаю, понравился ли вам вот этот разбор и мое вмешательство в их личную жизнь, ну, просто мне самой было очень интересно узнать вообще, что это такое, как это, ну, вот такой симбиоз, это просто потрясающе, и поэтому я решила заглянуть, а заглянув туда, я заглянула и дальше, и дальше, если вам интересно разобраться с собой, пожалуйста, записывайтесь на консультацию, если хотите, я, кстати, запустила новый мини-курс, там три часа с чем-то информации, как самим построить натальную карту, я просто, вот знаете, очень простые действия, вот просто объяснила, потому что, знаете, я когда-то долго собиралась начать вот астрологию, да, вот откроешь вот этот круг, и ничего не понятно, и вот это откладываешь, откладываешь, я откладывала лет 10, наверное, изучение астрологии, а потом все-таки вникла и поняла, что на самом деле там все просто, там просто любое обучение, которое начинается, там слишком много практики, вернее, теории, и в этой теории начинаешь уже все это запоминать, да, и причем без привязки к тому, что это относится к тебе, это сложно запомнить, но когда ты начинаешь с практики, вот у меня как раз обучение, начинаю с практики, и там вот вы уже так по ходу будете разбираться, причем разбираться в себе, да, и вы это будете вот на себе ощущать, то, что вы будете открывать вот по натальной карте, поэтому я вам очень рекомендую, и, ну, это так, к слову опять-таки, да, на самом деле, конечно же, надеюсь, что мои вот эти вот похождения в их личную жизнь вас не утомили, напишите мне в комментариях, пожалуйста, если вам это не нравится, я могу эти разборы не делать, и чисто по невербалике пробегаться, но вот мне самой было интересно, поэтому вот имеем, что имеем, да, что еще, очень не забывайте поставить лайк этому видео, помните, что я вас всех очень люблю, даже если когда-то мы с вами не сходимся во мнениях, все равно знайте, что я вас люблю, и на этой радужной ноте я, наверное, буду заканчивать, до новых встреч, пока-пока!